Ну, абсолютно неухоженно, никто не стрижет эту траву, а, безусловно, это необходимо и просто требуется. То, что касается газонной травы, либо рулонного газона, ну, в принципе, могли бы положить за такие деньги. Но, сами понимаете, что существует воровство, просто распил денежных средств, что было сделано. На своё усмотрение скажу вам, на самом деле, что было сделано, а сделано было следующее. Здесь была довольно неплохая плитка. Так, и эту плитку всё заменили. Да, и здесь, и здесь, и здесь, а вот там вот оставили, насколько я понимаю. Вот. Деревья не меняли, озеленение не делали. Сделали только вот эти вот аквариумы, или как назвать-то, бассейны по форме корабля. Почему они в разные стороны смотрят, я не понимаю. Там Одесса, с той стороны. Ну, посмотрите, абсолютно неухоженный парк, абсолютно неухоженный. Однозначно решит проблему исключительно нормальный директор парка. И, ну, не знаю, где брать деньги, но в любом случае их нужно брать исключительно для того, чтобы посадить травку, сделать газонную траву. Конечно, рулон это дороже, вот, но взять обычную траву, не знаю, там сколько мешков, 500 мешков, может, 1000 мешков, я не знаю, семян газонной травы, просто высадить. И каждую неделю стричь, ребят, это будет совершенно другой уровень. Ну, я критикую, я просто не удовлетворен тем, как истратили эти деньги. Я не понимаю, по какой причине здесь не работает ничего. Вот такие здоровые деревья, красиво, красиво, то, что касается этой части, конечно, красиво, но не знаю. Нет, сделано, конечно, оно приятно, безусловно, но посмотрите, вот только кончается бассейн, начинается земля, и на земле уже ни черта не растет. Это выглядит как в какой-то пустыне. Возможно, возможно, конечно, раз они там плитку закладывают, возможно, что-то и случится, я имею в виду по поводу озеленения. Но на данный момент, как вы видите, ничего. Давайте немножечко пройдемся, послушаем, все-таки, как здесь шумит ветер, есть ли птички, ну и вообще, послушаем звуки. Кому это не очень интересно, перематывайте дальше. Кому это не очень интересно, перематывайте дальше. Кому это не очень интересно. Ну что, мы видим здесь табличку Водоохранная зона законодательства Российской Федерации Законодательством ограждается Посмотрим, что это значит Ну и как обычно Керчь, Новороссийск Все очень близко, но опять с левой стороны С той стороны Почему-то воды нет Но там очень мало ее Видно Как-то система завязана На то, что именно с той стороны Воды гораздо меньше, чем С обратной Ну что, идем Я уже вижу море и подходим к морю Я вижу В принципе, что вода довольно Синяя Ну и мне кажется, что там 2-3 балла есть Что, ну Волнение 2-3 балла, мне кажется Барашки, во всяком случае, есть Ну и Ребят, уже конец августа Середина августа, вернее Но я считаю, что уже ближе к концу августа И Народа все равно Должно быть много Именно на пляже Сейчас мы посмотрим В каком состоянии Прибывают пляжи Сколько Народу Погода сегодня хорошая Хоть и Немножечко не жаркая В любом случае Как раз это то, что нужно Для Туристов Не жарко Водичка теплая Хорошая Можно спокойно искупаться В общем Получать удовольствие Ну что, продолжаем Итак, основная Основной Бассейн Это Севастополь Не мудрено Опять там мало воды И опять же По какой-то причине Ничего не работает Уж в туристический сезон Могли бы сделать так Чтобы сутками работала Эта вода В высоком случае Люди именно для этого Сюда и приходят Я для этого сюда и пришел Чтобы посмотреть Как работают фонтаны И хотел бы посмотреть На фонтаны Не только тогда Когда праздник какой-то Или еще что-то Я хочу сейчас Посмотреть на фонтаны Я хочу, чтобы Фонтаны Работали всегда Ну пусть не ночью Там после 12 Но в курортный сезон Обязательно Фонтаны должны работать И тем самым Привлекать Туристов Клиентов Ну то есть Все что сделано Вот Относительно фонтанов Это конечно Полный Бред Продолжим Да Хочу сказать еще одну вещь Что Непосредственно На самих пляжах Были пирсы Пирсы были Двухъярусные Вместо того Чтобы сделать второй ярус Почему-то Сейчас мы это все увидим А вот Почему-то Второй ярус Предпочли сломать Ну и Вот этот строительный мусор Покидать Рядом С Основными Молами То есть Это пирсы Молы И о чем это говорит Вообще Ребят Это говорит о том Что теперь Ну вот Корректно Нельзя Нырять Потому что Можно удариться В какую-то глыбу Строительного мусора Вот такие колонны Нас встречают На входе Вот так вот Это выглядит Еще два года назад Здесь стоял Потому что Он стоит Нет Вот здесь На этом месте Стоял Стояла какая-то Кофейня что ли Или чебуречная Сейчас ее нет Давайте уже посмотрим Как здесь все выглядит Стояла какая-то Ну и давайте уже Подходим к самому морю И посмотрим В принципе Конечно красиво В принципе Очень хочется Даже Самому броситься Волны Давайте посмотрим Да Ну как-то Непривычно Непривычно Без второго Этажа И давайте Вот на этом Примере Наверное И посмотрим Если у нас Получится Давайте Особо не будем Снимать людей Или как-то так Сделаем Снизу Да? Нет Итак Ребят Как мы видим Вот здесь Остались следы Бетонной Бетонная Был нарост Бетонный Да И Затем Был второй этаж Их снесли И давайте Посмотрим Как тут выглядит Можно ли вообще Нырять В принципе Или нет Конечно же Нырять здесь Уже нельзя Потому что Смотрите Вот эти глыбы Лежат И Спокойно Если вы хотите Нырнуть Вы просто можете Головой удариться В них Раньше Такого Безусловно Не было Была раньше Только вот эта Плита И на этом Все Вот такие Вот строители Вместо того Чтобы увезти Сделать более Глубже Эту территорию Они по какой-то Ну здесь Нормально Вроде бы А вот с этой Стороны Явно Вот этих Волунов Не было Никогда И сейчас Существует Такая Проблема Ныряния Ну я не вижу Людей много Которые Вот Вот пирс Возможно Там они будут Нырять Посмотрим Ну что я хочу сказать Народу Достаточно Много Как вы видите Достаточно Большое Количество Людей Я еще Хотел пройти Вот туда Там есть Пляж Достаточно